Будет ли у нас пенсия? Как обойти все подводные камни и препятствия в ПФР? А перед тем, как я начну, давайте, друзья, поддержим лайком это видео. Вопрос, будет ли у меня пенсия. В последние годы получил болезненную окраску. Пенсионный фонд разорен, неохотно идет на выплаты. Зачастую россияне сталкиваются с ситуацией, когда часть их рабочего стажа в ПФР не находится. Как получить от государства все, что нажито непосильным трудом? А для начала задайте себе вопрос. А знаете ли вы алгоритм начисления пенсии в России? Сможете ли рассчитывать на получение хотя бы страховой части пенсии? Что нужно вам, как гражданину, сделать для того, чтобы не столкнуться с фразой «От вас не поступило волеизъявление»? Как показывает практика и статистика, большинство россиян не знают, как разобраться в этих вопросах. И, соответственно, не знают, как формируется их будущая пенсия. К примеру, о том, что пенсия делится на страховую и накопительную, знают менее 10% россиян. При этом 89% россиян интересуются формированием пенсии. Но только 8% знают принцип ее формирования из накопительной страховой части и индивидуального пенсионного коэффициента. Больше половины граждан, которых опрашивали, признались, что пытались разобраться в этой теме. Но ничего не поняли и столкнулись со сложностями. Около 10% людей вообще не интересуются вопросом пенсии. Но, тем не менее, молодость не вечная. И меры социальной поддержки государства все-таки должны быть понятны и его гражданам. А с этим у нас проблемы. Прозрачности нет. Как нет прозрачности и в порядке формирования размера прожиточного минимума с января этого года. А к тому же цифровая эпоха доставляет гражданам дополнительные проблемы. С 2019 года начала появляться информация о том, что граждане, которые хотели проверить свой страховой стаж и пенсионные баллы на индивидуальных лицевых счетах в пенсионном фоде, обнаружили их исчезновение. Если гражданин самостоятельно не проявит инициативу и не перепроверит состояние своего лицевого счета, то никто за него этого не сделает. А тем временем от начисления в лицевом счете зависит размер пенсии и вообще возможность ее получать. А еще эти выписки могут потребоваться банкам при оформлении кредита. И тут как раз можно ждать сюрприз об отсутствии стажа за какой-то период. На практике ПФР ведет себя по-разному. Либо не отвечает на заданные запросы, либо прикрывает проблему техническим сбоем. Но главным остается следующее. Если гражданин самостоятельно не проявит инициативу и не проверит состояние своего лицевого счета, то никто за него этого не сделает. Запросить через госуслуги выписку со своего лицевого счета и проверить ее. Заодно проверьте, где ваши пенсионные накопления. У некоторых людей внезапно и без их ведома сменилось место хранения взносов. И если все хорошо, то периодически для своего спокойствия получайте эти выписки. Второе. Напишите заявление в ПФР. Форма есть на сайте ПФР. Обращению присвоят номер, а дальше нужно просто ждать. Так вы как минимум зафиксируете, чтобы пытались разобраться. Третье. Попробуйте дозвониться в ПФР. А вдруг получится, и вам ответят. Четвертое. Собирайте подтверждающие документы. Если подступает пенсионный возраст, оформяете кредит или просто переживаете, что стаж пропал и не вернется, собирайте документы за те годы, которые исчезли из выписки. Копия трудовой книжки. Справка о начислениях взносов от работы дателей. Декларация ИП. Квитанция об оплате взносов за себя. Может быть, стаж за потерянные годы теперь придется доказывать. Не устаю повторять как юрист, что необходимо самому собирать и хранить все подтверждающие документы, так как цифровые хранилища очень часто обнуляются, выдают некорректную информацию или в офис летают. Поэтому бдим, иначе пенсии ни в каком виде нам точно не видать. Пересылайте это видео своим знакомым предпенсионерам. Буду рад вашим лайкам и подписке на канал. До новых встреч в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»